Приветствую вас. Я скажу вам с той точки зрения, что дружба, а предпочтительное отношение. Я не шучу на самом деле сейчас, говоря о том, что считаю, что если мужчин, как таковых мужчин вы ещё встретите, вот, скорее всего, то друга вы можете уже и не встретить. Вот, это неприятно, возможно, возможно, вы мне не поверите, вот, но тем не менее, тем не менее, это так. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вам стоит в первую очередь поговорить именно с подругой со своей. На эту тему, на тему отношений с парнем. Вот. Поговорите с подругой, скажите честно, что вот так, 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 вот, ну, нравится вам, вот, мужчина, ну, вот, понравился, сердце не прикажешь, а вот, что, собственно, вы с этим будете делать? Да? Вот. Поговорите с подругой, придите к какому-нибудь решению обязательно с ней, с подругой. Это, на мой взгляд, очень-очень важно, чтобы вы пришли с подругой к какому-то решению, чтобы между вами в любом случае всё было нормально. То есть, может быть, это будет некое решение по парню, может быть, это будет некое решение по поведению вашему с ним, может быть, это будет что-то ещё, вот. На самом деле не важно. На самом деле не важно. Важно, чтобы вы с подругой пришли к какому-то общему решению. Если вы придёте к какому-то общему решению, то, по крайней мере, с подругой вы не потеряете, а это очень важно. Вот. Значит, ну а дальше уже смотреть, вы можете следовать рекомендации, что дала моя коллега, её рекомендация очень хорошая. Вот. Можете вы, в принципе, следовать для себя и какой-то другой рекомендации, каким-то другим, другими путями, которые вы выработаете с подругой, да. Например, например, вообще ничего не делать. Вот. То есть, я буду вообще ничего не делать. От слова совсем, совсем. И просто позволить парню самому выбирать. Вот. Мне кажется, это вообще наилучший вариант. Вот. Но нужно только, чтобы вы с подругой сами к этому вместе пришли. Знаете? Вот. То есть, очень важно, чтобы между вами именно было вот соглашение такое, чтобы вы прям знали, чего хотите. Чтобы вы прям понимали, как всё будет происходить. Понимаете? Вот. Это вот то, что вам можно, можно порекомендовать. Потому что ещё повторюсь, в таких ситуациях парень может быть вообще манипулятором. Он может просто копаться, то есть не копаться, а копаться, купаться в вашем внимании, да. Вот. Но при этом, никому, никому из вас внимания давать не собираешь. Вот. И очень важно, чтобы вы не попались на его удочку. Очень важно, чтобы вы сохраняли свою самостоятельность и независимость, да. То есть, допустим, договоритесь с подругой, что вы там... Каждая по отдельности, да. Каждая по отдельности, выразит ему там один раз знак внимания, да. Допустим. Вот. И всё. То есть, один знак внимания и больше, соответственно, ничего. Вот. Договоритесь об этом, допустим, с подругой, со своей. И дальше следуйте уже этому решению, этому... Ну, этому выбору. Вот. И я думаю, что с парнем у вас всё будет нормально. То есть, если... Если кто-то из вас нравится, ему обязательно сделает первый шаг. Главное, чтобы не было... Какой-то, знаете, такой... Прям... Не знаю, борьбы может быть. Чтобы не было прям вот... Какой-то такой прям... Войны между вами... Между вами. Из-за... Этого парня. Понимаете? Вот. Мне кажется, что это вот очень важный момент. На самом деле. На самом деле это очень важный момент. Вот. И... Это чуть ли не самое главное. Вот. То есть, чтобы и парня сохранить, да, и... Чтобы... Соответственно... Подругу не потерять. Вот. Мне кажется, это... Единственное, что вам можно в этой... В этой ситуации порекомендовать. Вот. Можно, конечно, ещё спросить, например, о том, как конкретно, допустим, выражается ваша симпатия. К... К... Парням. Вот. Ну, то есть, как конкретно вы выражаете эту самую... Ээээ... Симпатию. Вот. Как конкретно вы её выражаете? То есть, может быть, вам, мужчина-то... В действительности и не нравится. Просто он вам, ну, допустим... Допустим... Ээээ... Для чего-то нужен. Если так, то это очень... Ээээ... Важный момент. И его я рекомендую вам для себя... Определить. Его я рекомендую вам для себя выделить. Его я рекомендую вам для себя посмотреть. Его я рекомендую вам как следует изучить. Потому что если... Эээ... Мужчина вам... Именно... Эээ... Нужен для чего-то. Да? Вот. Просто нужен. Он вам именно нужен. Для чего-то. Вот. Это, скорее, потребность, а не... Ээээ... Любовь. И тут можно говорить, опять же, о вашей потребности. Какой-то. Знаете? И... Для вас будет лучше, если вы эту потребность удовлетворите сами, чтобы быть... Эээ... Более независимой в отношениях. Эээ... Так или иначе. Вот. Это актуально именно для вашей же вот... Эээ... Безопасности. Это актуально для вашей же вот прям... Эээ... Ну... Для вашего... Спокойствия. Для того, чтобы вам было... Эээ... Как-то... Кхм... Комфортнее. Может быть. Вот. Вот. Или типа того. Ага. Поэтому... Я рекомендую вам действовать именно... Именно так. Вот. Эээ... Расставить приоритеты. Да? Что-есть, конечно... Приоритеты могут быть другими. Так вы можете посчитать, что... Парень во сне, а не... Подруга, если вы так считаете. Это ваш выбор. Главное, чтобы вы... Знали, на что идёте. Отдавали себе отсчёт в последствиях. Вот. А... В общем-то... Эээ... В принципе, в принципе, уж... Что вы будете делать и как вы будете себя вести, это уже исключительно ваше право. Вот. Эээ... Так что я думаю, что тут вы уж сами... Разберётесь. Эээ... Вот. Тут уж вы сами... Как-то... Ну, сделаете свой выбор, да? То есть, за вас выбор я здесь... Думаю делать... Ну, всё-таки... Ну, не стоит. Не стоит за вас делать выбор. Вот. Так что... Эээ... Вот так вот вам можно будет... Ответить на ваш... Вопрос... Который вы задаёте. Вот. А... На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эээ... Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...